Всем привет, с вами Палых Ревью. Сегодня у нас долгожданный обзор на премьерный фильм из кинотеатра. Да, вы не ослышались. Из кинотеатра. Хэппи-энд. Ну что, поехали? Наконец, с 1 августа открыли кинотеатры. Министр культуры обещал, что сначала покажут русские комедии, легкие и позитивные. Мы напряглись. Намечается какая-то хрень. Доверие к русским комедиям не то чтобы очень. Сколько их таких уже было? Трезвый водитель, миллиард, холоп и так далее. На это я делал трэш-обзоры. Но нет, ребята, сразу скажу, фильм Хэппи-энд, хотя он легкий и довольно позитивный, совсем не так плох. В общем, я готовился к худшему. И был приятно удивлен. Оказалось, неплохая комедия. С хорошей моралью. Первоначальные названия фильма были «Синофон» или «Как новый». Синофон название, конечно, менее звучное, чем Хэппи-энда, но содержанию фильма больше соответствует. А то этих хэппи-эндов уже было полно. Посмотрите на кинопоиски. Главного героя зовут Ксинофонтом. И тайец постоянно называет его Синофоном на тайский манер. Название Хэппи-энд вполне банальное. Сразу предупреждаю, что будет счастливый конец. Может, специально ли министра культуры назвали? «Синофон» звучит оригинальнее. Режиссер фильма Евгений Шелякин. Автор идеи и соавтор сценария – Костантин Чармадов. Он написал сценарий фильма еще в 2008 году, но никому не доверял его реализацию до встречи с продюсерами Юлией Мишкинени и Василием Соловьевым. За прототип главного героя сценарист взял своего отца – Ксенофонта Чармадова. Все события в фильме вымышленные, но характер отца передан весьма точно. Итак, по сюжету. Начало фильма выглядит, как обычный фильм про амнезию. Пенсионер Ксенофонта проснулся на пляже без документов и денег. И ничего не помнит. Почему он оказался в Таиланде? Он не помнит ни своего имени, ни причины, которые завели его так далеко от дома. Говорит он только по-русски и отличается крайне скверным характером. В первый же день он загремел в местное отделение полиции за хулиганство. Повздорил с местными. Ему предложили на выбор – либо работать бесплатно в отеле три недели, или три недели провести в тайской тюрьме. У вас есть выбор – или отсидеть в тюрьме, или отработать у меня в отеле. Выбирайте. Конечно, наш герой выбрал первое. По ходу общественных работ он постепенно вспоминает кое-что о себе. Забавно, что дедок оказался не без авантюрной жилки. Он быстро освоился на новом месте, наладил связи и даже организовал небольшой бизнес. Платные рыбалки для туристов, массажи и так далее. И начал рубить капусту. А начинал дед с ловли рыбы с тайским приятелем Бунчей. И вроде все в его жизни благополучно наладилось. Бизнес пошел, даже с мафией тайской договорился. Короче, жизнь удалась. Но один вопрос остается неотвеченным. Для чего же он все-таки прилетел на другой конец света? Была же причина. Сюжет интересный. Где-то он забавный, где-то драматичный. Особенно, когда приехал сын Ксенофонта. И возник драматичный конфликт между отцом и сыном. Хорошую мысль доносит создатель и дозритель. Слоган фильма «В поисках себя найдешь счастье». Кратко по плюсам. Первое – это сценарий. Он хорошо сбалансирован. Как и положено, в первом акте неожиданный сюжетный поворот. Потом второй акт. Внутренний конфликт героя. И новый сюжетный поворот. А именно полное осознание себя героем. Вспомнилась его первоначальная цель. И это все переходит в третий акт. Есть как основная сюжетная линия героя, которая всем движет, так и второстепенные, которые смешат нас по типу дидовского бизнеса и тайской мафии. Также юмор неплох. Я бывало улыбался. Довольно смешно. Главным образом, из-за языкового барьера героя и тайцев. И простого непонимания. Особенно понравилось перец испытания. Довольно оригинально они влили его в конфликт отцов и сыновей. Сын сделал больно отцу. Тем, что хотел продать хозяйский дом и уехать поваром на стажировку в Турцию. Но отец был против. И не после этого они общались. И вот сын вернулся. Нашел отца. Отцу больно. Он не забыл обиду. Но он все-таки прощает сына. Что поделаешь, родные? Это навсегда. Что бы ни случилось. И они мерятся после поедания острого перца. Супер цена. Супер острая. Жесть! Как они такое едят в этом Таиланде? А фильмы они ели это пачками. Еще есть плюсов. Интересные герои. Конечно, это сам ксенофонд. Он повар уровня кухни Мишлена. Поэтому он с лета классно готовит еду. Образ деда привлекателен. Вообще, в современном русском кино очень редко главная роль отдается пенсионеру. Это обычный или какой-то брюзжайший зануда старикан. Или благородный мудрый старец на вторых ролях. Но никак не характерный главный герой. Режиссер и сценарист сломали стереотип. И получилось интересно. Сыграл ксенофона Михаил Гамиашвили. И мне понравилось его исполнение. Также из персонажей понравилась Ирина. Сыграла Евгения Дмитриева. Ирина это хозяйка отеля. Она реально добрая женщина. Взяла на работу деда за 60, которая ничего не помнит. Спасла, так сказать, от тюрьмы его. Давайте выбирайте себе имя. Может, Вахтанг? В коем случае. Аристарх. Пентелимон. Акаки. Вы что, издеваетесь надо мной? Да. Дальше Бунча. Тайский партнер нашего деда. Сыграл Чарай Муэн Прайон. Довольно забавный персонаж. Его дуэта с ксенофоном – это умора. Также в фильме снимались Алина Островская, ведущая Орла и Решки в роли туристки. Потом, что еще отмечу – душевную атмосферу, красивые пейзажи. От фильма веет добром, морем, отдыхом и счастьем. Чего нам сейчас здорово не хватает. Атмосферу поддерживают и тайские жители, которые, кстати, снимались в фильме. Как будто ты приехал на отдых в Таиланд. И вот, сейчас выйдешь из своего бунгало. По минусам – довольно заезженное начало. Проснулся на пляже, ничего не помнит. Еще это нереалистичная мафия. Она чересчур легкомысленная и какая-то бутафорская. Авторам мафиозная тема, похоже, тоже не зашла. Они оборвали ее на втором акте. Не очень название фильма. Я об этом уже говорил. Синофон был бы лучше. Ну и как-то все. В основном все неплохо. Хочется верить, что фильмы вроде Хэппи-энда не затеряются в кинопрокате, тогда, когда хлынут новинки мирового кинорынка. Я, кстати, уже посмотрел в кинотеатре еще один фильм – «Побег из притории». Будет обзор. В итоге советую сходить, наконец, в кино и посмотреть Хэппи-энд. Посмеяться и получить добрую порцию жизненного позитива. Увидеть интересный сюжет. Ставлю 8 из 10. Всем спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Не забывайте про колокольчик. Также пишите комментарии. Ходили ли вы кино? На что ходили? Напишите. С вами был Палфревью. Пока. Увидимся. Пока. Пока.